Вы сияете славой. Вчера я встретился с несколькими братьями. У них была серьезная проблема, они не могли оплатить 10 евро за регистрацию. Это было слишком много для них. И я подумал, это не слава наших богатств, что мы здесь. Это не наши богатства, не их слава, что мы здесь. Но это слава нашей веры. Также и многие из вас подошли ко мне и сказали, благодарим вас за конференцию. Я не буду предлагать, чтобы сейчас вставали приехавшие сюда. Но это действительно не слава некоторого организационного гения, что такое происходит. Но это действительно слава тела Христа. Потому что у нас более 100 человек, которые заняты в этом, и это действительно церковь тела Христа. Мы любим наше служение, правда? Но мы здесь не ради славы церкви Грейта Грейс. Но мы здесь ради славы Христа, и вы его прославляете, будучи здесь. Подумайте, однажды вы будете на небесах, и ваше нахождение там будет славой Креста, славой Его воскресения, славой возрождающей силы Духа, славой Любви Отца. Тот факт, что если вы верующий, вы будете на небесах. Это будет слава приединства наше нахождение там. То же самое и тот факт, что вы здесь. Это действительно слава Богу. Потому что ни вы, ни я, ни один из нас не имеет другой причины быть здесь, но только Он. Господи, мы молимся, чтобы Ты благословил эти несколько мыслей. Во имя Иисуса. Аминь. В первом послании к Коринфянам, 16 глава, вот наш стих, вот здесь, на стене, «Ибо для меня отверстое великое и широкое, эффективное дверь, и противников много». В книге «Деяний», 14-27-й, Павел описывает, как Бог открыл дверь веры также и язычникам. «Дверь веры открыта язычникам». И это не было дверью заслуг. Не потому, что язычники заслужили это, но это было дверью благодати. Это было даром Бога. Открытая дверь. «Дверь веры». Когда мы говорим о двери веры, мы говорим об Иисусе. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 7 стих. Он говорит, «Я дверь». Он лучшая дверь, правда? Он самый лучший из дверей. Так много будут жаловаться на Иисуса, за то, что Он – единственная дверь спасения. Почему только Христос? Что за узкая дверь? И я говорю это, потому что, возможно, здесь есть неверующие. Кроме того, это наше церковное служение. Но это действительно для меня удивительно, если бы в здании произошел пожар, сколько бы из тех людей, которые жалуются, что Иисус слишком узок, попытались бы пройти через стену. Я имею в виду, что немногие бы пытались избежать пожара через дверь. Все бросились бы к двери, правда? Потому что Иисус говорил то, что настолько обыкновенно в реальной жизни. Но много людей не думают нормально, когда дело доходит до Христа и веры. Но это действительно очень простая мысль. Есть дверь. Воспользуйся ею. Я бы хотел сказать, если вы не верующие, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих, Иисус сказал, «Никто не может пройти к Отцу, но только через Меня». Я просто говорю вам, не ведите себя странно, используйте дверь, не идите к стене. Религия — это стена. Человеческая добродетельность — стена. И ни то, ни другое не ведет к Богу. Конечно, и атеизм, гордынь — это все стены. В Евангелии от Иоанна, 5-23, Иисус говорит, «Если вы не почитаете Меня, то вы не почитаете и Отца». Без Иисуса вы не можете почтить Бога. Верьте в Него, будьте просты, доверяйте Ему. Здесь, в 1 Коринфянам, 16 глава, 9 стих, говорится о другой двери, двери служения. И я верю, что это также дверь благодати. На улице нам не нужен кто-либо, кто хотел бы узнать Христа, потому что заслуживал бы этого, потому что либо они заслуживали бы этого, или я. Но это благодать. Это возможность служить им благодатью. В Послании к Еписянам, 2 глава, 10 стих, Бог предоставляет каждому из нас такие двери. Я бы хотел ободрить вас этой простой мыслью, что дверь — это открытое пространство, сделанное с целью. Имеется закрытое пространство, в которое хотят сделать вход. Цель двери — вход. Так же, как и окно, свет, воздух. Между прочим, вы видите там на стене маленькие окна? За этими флагами на стенах есть небольшие окна. Но из-за того, что там решетка, они не очень полезные окна. Это также истина для тех дверей, которые Бог дает нам. У него есть цель для них. Есть враг. Да, и он говорит, не входите. Он на готове, чтобы остановить вас. Почему? Потому что он знает, что если вы пройдете этой дверью служения, если вы последуете за Христом в том следующем шаге, послание к Колоссянам 1, 13, вы нанесете ему ущерб, и вы разрушите часть его царства. Вы спасете кого-то. Вы приведете кого-то к Христу, и он потеряет того человека. И он знает это. Но подумайте вот о чем. Иногда мы напуганы противником, потому что обстоятельства кажутся непреодолимыми, и сатана настолько реален. Но я бы хотел сказать следующее. Вы не одни в этом. Та дверь находится там с целью. Бог поставил ее там, потому что Бог захотел, чтобы вы вошли. Сатана противостоит не только вам. Вы не одиноки в этом. Вся воля Бога за вами и с вами. И вот почему мы нуждаемся в поместной церкви. Есть фильмы о природе, где лев ищет отбившуюся от стада зебру. «Знаете, тело Христа могущественное, потому что здесь вы получаете ободрение, и вы слышите эту проповедь. Вы слушаете этот шаг веры, лежащий перед вами. Это Бог в твоей жизни. Бог желает этого в твоей жизни. Да, враг ненавидит вас, и хотел бы остановить тебя. Но воля Бога в той двери. Поэтому она там. Вы не одиноки. И это замечательно, потому что в теле я ободряем в этом, что я не отделен, меня не захватят на охоте. Но я часть этого, и воля Бога со мной. Воля Бога на моей стороне. И я могу чувствовать себя маленьким, но воля Бога изумительно со мной. И это вы. Вам не нужно печалиться, потому что воля Бога с вами. Я хочу поблагодарить вас за ваше решение пройти через дверь, которая привела вас сюда. Мы хотели бы, чтобы вы могли оставаться здесь в последующие 51 неделю, но мы так счастливы и за это. Давайте будем продолжать делать эти решения и проходить через те двери. Аминь. Аминь. Спасибо.